Так что все, кто там сейчас копит деньги, кровью и потом вас ударит больнее всего. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Убедитесь, что вы удобно сели в своём кресле, что у вас есть чай и печенье, и что вы поставили лайк под это видео. Давайте наберём хотя бы 2000 лайков. Вам не сложно, а мне и каналу это помогает расти. Спасибо большое за мотивацию и поддержку. Роберт Киосаки после всего, что делает ФРС и правительство США, снова подтверждает, что сейчас не время накапливать доллар, а самое время накапливать такие активы, как биткоин, золото и серебро. Вот что он написал. Экономика умирает, ФРС некомпетентна, следующие спасительные меры это триллионы долларов в пенсии. Надежда угасает. Купил больше золота, серебра и биткоина. Золото сегодня стоит 1700 долларов, прогноз 3000 спустя год. Серебро сейчас 17 долларов, прогноз 40 спустя 5 лет. Биткоин 9800, прогноз 75000 спустя 3 года. Молитесь за лучшие, готовьтесь к худшему. Ещё никогда раньше такое количество сверхпопулярных и известных людей не писало о биткоине так много. Ещё никогда раньше они не покупали биткоин, говоря, что это способ спастись от инфляции, что это река, текущая вне коррумпированной системы долларовых центральных банков. Роберт Кийосаки считает, что биткоин будет стоить 75 тысяч долларов спустя 3 года. Давайте послушаем, как он аргументирует свою позицию. Я нашёл это видео, в котором он комментирует свой собственный твит. Я хочу прокомментировать свой последний твит, который я опубликовал. Лично для меня самой большой новостью является Пол Тьюдор Джонс. В моём мире этот человек практически как бог. Не только в хедж-фондах, но и в остальных финансовых сферах, которые существуют. Это невероятный молодой человек, куда младше меня. Он только что вложил в биткоин около 2% своего состояния. Это большая новость. Как же он прокомментировал это? Биткоин сегодня как золото в 1971. Для тех, кто не знает, в 1971 году золото стоило 35 долларов. А затем за пару лет выросло до 850 долларов. Теперь Пол Тьюдор Джонс говорит, что биткоин сейчас это как золото за 35 долларов. Смело. Я могу только спекулировать своей мечтой. Я напомню, я не хочу поддерживать биткоин. Я просто хочу противопоставить что-то федеральным банкам. Я против Уолл-стрит и я против коррупции. Это очень важно. То, что Пол Тьюдор Джонс покупает биткоин, означает, что доллар США умирает. Так что все, кто там сейчас копит деньги кровью и потом, вас ударит больнее всего. С другой стороны медали у нас есть Уоррен Баффет, который имеет наличных на 150 миллиардов долларов. Баффет это человек в возрасте. Он даже старше меня. Но кроме этого, его идеи тоже старые. Он держит 150 миллиардов долларов в наличных, потому что он отказывается заходить в какие-то активы. Ведь фондовый рынок слишком раздут. Представьте себе, получается, он думает, что фондовый рынок это пузырь. Он не хочет вкладывать в него свои деньги. А тем временем, ваши мамы и папы следуют пенсионному плану 401k, так что их пенсионные накопления собираются лопнуть. И они сидят в надежде, что фондовый рынок будет расти. А Баффет в него даже не заходит. Кроме того, он не любит биткоин и даже золото. Этот человек в возрасте застрял между молотом и наковальней, цепляясь за эти фейковые доллары США. За миллиарды долларов США. Помните, как 30 лет назад вся Америка смеялась над Японией? Когда японцы переживали свой финансовый пузырь. В какой-то момент в 90-х их рынок недвижимости стоил дороже, чем вся Калифорния. Их недвижимость вошла в стадию пузыря, прямо как в Америке пару лет назад. А потом пузырь лопнул. И они до сих пор не восстановились. Япония так и не исправила проблемы, которые к этому привели. Их центральный банк до сих пор продолжает закупать биржевые фонды. Американцы 30 лет смеялись над Японией, говоря, что с вами не так, ребята, вы покупаете биржевые фонды? Что ж, пару дней назад Америка и сама начала делать то же самое. Есть предпосылки даже к покупке студенческих долгов. Это, кстати, хорошо для студентов. Но по факту ФРС просто ищет причины и отговорки, чтобы печатать все больше денег. Создавать деньги. Накачивать систему фейковыми деньгами. Снова доллар дискредитируется. Снова доверие подорвано. Что же у нас есть? Есть золото, биткоин, есть Пол Тюдор Джонс, есть такие ребята, как Рэй Далио, еще один гигант мира хедж-фондов. И он рекомендует людям покупать золото. Центральные банки тоже покупают золото. Биткоин сейчас в огне. Я имею в виду, что он требует много электроресурсов. Что это значит? Такие страны, как Венесуэла, Иран, Ирак, даже Болгария, те страны, у которых есть нефть, они смогут начать добывать биткоины задешево. Потому что это способ побить коррумпированный доллар США. Вот почему я написал такой твит. И это действительно очень плохие новости для доллара США. Это плохие новости для каждого, кто тяжело работает за деньги, копит их и инвестирует их в фондовый рынок США. Фондовый рынок сейчас силен, но я не думаю, что он долго протянет. Кто знает, когда это произойдет. Но произойдет это резко и быстро. Вот о чем был мой твит. Я не призываю никого что-либо делать, особенно покупать биткоины. Я просто говорю, что биткоин работает вне коррумпированной долларовой системы федеральных банков. Вот почему я его люблю. Я не знаю, кто такой Сатоши Накамото, является ли он японцем, как и я. Но скорее всего, если он существует, он самый умный японец. Я думаю, что мы живем в очень интересное время. И все зависит от того, как вы смотрите на этот мир и как вы его видите. И на что вы надеетесь в будущем. Многие хотят, чтобы экономику открыли заново. Я говорю, что экономика идет вперед. Почти в каждом твите я пишу о золоте, серебре или биткоине. Как о способах вырваться из этой мошеннической системы, которая умирает. В США скоро будет невероятное количество долларов, потому что доллар это резервная валюта мира. Что означает, что большая часть мирового долга выражается американскими долларами. Но так долго продолжаться не будет. Вот поэтому нужно бежать в золото, серебро и биткоин. Если у вас не так много денег, серебро сегодня стоит всего лишь 15 долларов. Это на 70% ниже исторического пика в 50 долларов. Если золото и биткоин продемонстрируют забег, те, у кого денег немного, все равно смогут попасть на этот поезд с помощью серебра. Это не время для накопления долларов. Вот о чем мой твит. И я рад, что Пол Тьюдор Джонс и Рай Далио это понимают. В то время, как дедушка Баффет попал в ловушку системы. На этом все, ребята. Пишите свои мысли в комментариях под этим видео. Обязательно поставьте лайк. Давайте наберем хотя бы 2000 лайков. Мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Делитесь видео с друзьями. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!